Ребят, смотрите, еще одна у нас пара тут определилась. Я вчера смотрю, что они тут отгоняют. А вот, смотрите, на листочке видно икорочка. Вот. Сейчас мы этот листик отрежем. У нас вот те отнесились вчера, но я икру только сегодня забрал. Вот эти товарищи. Видите, подписал. Смотрите, получается, каждые 10 дней. 1, 11 и 21. Вот сюда я положил. Вот там вот оно. Ну и сейчас, наверное, тот листик сюда положу или как? Где не разница? Нормально будет? А вот здесь что-то их поменьше стало, ребят. Сегодня утром я проснулся, что-то очень мало. Не знаю, что я положил ампулярочек. Вот таких вот маленьких ампуляточек. Поняли? Может, они их ночью как-то не лягли на дно, может, они их... Ну, я не знаю. Ну, было больше, а смотрю, сейчас, короче, мало. Ничего, что если я тут листочек к этим положу. Вода просто чуть-чуть другая. Как раз и узнаем, да? Ну, все, у нас уже 2 пары, получается, будет рабочих, видимо. Все, погнали. Ребятки, всем привет. Как нас встретится? Нормально? А у нас что-то сегодня, блин, погода. То не было дождя. 3 года, грубо говоря, я не знаю, с начала лета не было дождя. А сейчас зарядили, 2 дня уже дождь. Проснулся, покушал, лег опять поспать. Видно уже старость и какое-то такое самочувствие неважнецкое. Надеюсь, что у вас все нормально. Даже если дождь там, то все классно настроенится. Вот. Что там у нас сегодня вообще? А! Там я уже, наверное, поставил отрывочек. Две скалярии, одни листились с разницей в сутки. Я думаю, все, теперь я буду зарабатывать вообще просто очень много. Много денег уже. Не! Ребят, вот этот листочек, что я говорил, запихнул. Запихнул листочек. Тем уже убрал я. Вот эти, которые отнестились, их вот этот конус или что оно такое. Убрал. Тут, видите, икра вся почти что побелела. Я не знаю, может там парочку отпрыгнуло личиночек. И здесь вот личиночки, где они? Ну, короче, вон там что-то шевелится. Тех я уже тоже как производителей... Здравствуйте. Ксюш, здравствуйте. Здравствуйте. Водички попить надо, конечно. Отсадил сюда, им поставил этот... Температурка, чтобы была нормальная. Поставлю им еще какую-нибудь тоже штучку. Чтобы они там не лестились. Ну, раз уже пара определилась, то пускай будет. Но они, может, первый раз не лестились. Короче, вот, очень плохая икра. А вот эти-то уже раз третий, четвертый. И у них были разы, что прям вообще хорошо получалось. Видите, и опять получилось плохо. Не знаю, чего. В общем, не поддаются нам пока скалярухи. Ну, вот этот вот успешный, удачный выводочек. Смотрите, они уже начинают превращаться в скалярок. Видите, маленькие скалярки. Уже похожи на скаляровичи. И вот тогда у нас было шесть белых, но они уже такие крупненькие. Но надеюсь, теперь, если мы ничего не запортачим, не закосячим, будут теперь еще и черненькие. Так, что, мы же склеили аквариум. Небольшой. Наш, что-то, 75 литров. Вот сюда вот он должен встать. Мы вот это все барахло переложили с подоконника. Думаю, по-моему, в стекло, по-моему, подоконник. Ну, что-то они дошли руки. Видно, все вернется назад. Вот два аквариума у нас, видите, маленьких. Надо их будет тоже убрать. Лупешечки. Это вот эти вот лупешечки, которых мы туда вот там, они сидят в своей сетке, рожают. Мы убираем малючков. Но, видно, она работает, ну, не как бы, КПД у нее не сильно большой. Поэтому там, если видно, что прям хорошие самочки вот-вот родят, мы их сюда без аэрации, без ничего подкинули. Я тут уже два раза воду менял им, если честно. Никак не дадут руки их пересадить. Все, вот сюда место нужно. Под этот аквариум четко вот где-то он досюда должен быть. Вот туда. Вот. Но нет у нас пенопластика. Пенопластика. Полки-то неровные. А пенопластик у нас единственный, где можно его стыбзить, это вот здесь вот внизу. Тут у нас место собачкина. Иногда она тут тусуется. Вот. Вот этот вот аквариум такой трехсекционный. Вот он здесь стоит. Тут я когда-то даже что-то нерестил и кориков помню, и этих. Ну, что-то мне не нравится, неудобно, света нет. Вот. А вот пенопластик тут как раз есть. Надо вот это сейчас все слить, его достать. Вот это через все. Он заходит аж оттуда. Ой. Все это надо поубирать. Достанем его. И будет у нас пенопластик. И все. Тут аквариум я уже зачистил. Все надо ставить. Ну, как новый аквариум. Это как-то радостно на душе. Ну, все. Этим и займемся. Убираем, значит, гупешек. Сливаем этот аквариум. И, правда, помпы у нас нет. С помпами, конечно, у нас проблемки. Мы по доброте душевной там пораздавали несколько штучек. Три, знаете. А теперь самим нема. Ну, все, ребятки, начинаем заниматься. Сегодня еще опять, наверное, будет бессонная ночь, потому что нам надо ловить в два места. Наконец-то с Саней мы уже поедем. Там уже меченос все-таки у нас переростки. Вот. И еще надо наловить там в другое местечко. А ловить-то мы умеем. То есть, точнее, любим. Все, ребят, погнали начинать. Ребятки, пересадили мы гупешечек. Но я до сих пор переживаю, что эти самки могут их пожрать ночью. Не знаю, но с меченосцами точно такое было. Потому что меченосцы такие товарищи, они ложатся на дно малючки. А гупешки на дне, ой, на дне, наверху держатся. Надеюсь, что с ними такого не произойдет. Вот. Достали мы аквариум. Пенопласт достали. Пенопласт охватила. Вот наш аквариумчик здесь стоит. Красавчик. Я доволен. Но, правда, у нас вот эта длина 50. Ой, 50. Метр. Метр на 50. Когда-то планировалось, что тут будут аквариумы по метру. У нас там еще второй стеллаж когда-то будет. Вот. Ай, жаль, что не 50. Поняли? Это 45 у нас. То есть 45. И еще у нас есть два таких стеклышка. Правда, нету самых основных, боковых и нижнего. Вот. Ну, допустим, будет еще 45. И останется 10 сантиметров. Под что-то. Под очень узкий... Под очень узкий аквариум, хотел я сказать, блин. Для скалярок, для плоских. Короче, оборвалось видео. Я там такого рассказывал, как мне кажется, классного. А теперь же уже всего и не упомнишь. Так, ребят, что, аквариум мы склеили, получается. Будем проверять его. Заливать постепенно. Залили мы тут сколько? Три 7-литровых и одну 5-литровую. Ну, 20 там сколько-то литров. Вот. По своей технологии запатентованной. Но я имею в виду, для усиления проклеили, видите. По периметру еще усилили стеклышками. И здесь вертикальненько. Ну, и здесь вот типа стяжечки такие сделали. Здесь одинарную. А здесь, ну, короче, двойную. Потому что они на суске получились. Сделали двойную. Вот. Поверх эти покровные стекла уже пошли в ход. Потому что стекол-то нет. Люди-то меняют окна. Поняли? Сейчас так вообще. Но они-то выкидывают разбитые стекла. Потому что, поняли? Вот. А это в подъезде там у кого-то. Ну, кому-то повезло, кому-то не очень. Мы вот сами там досками позабивали в подъезде. Поняли? Кому-то, ну, город выделил там. 104, но я одно закосячил. С размерами не угадал. А так бы уже было легче. Так. Хорошо. А, покровные стекла. Я что рассказываю, что порезал? Потому что, помните, наловили мы тут метчиков? Вот. Они тут сидят, ждут. И там подписано. 104, 43, но уже меньше. Потому что каждое утро я прихожу, и несколько штучек на полу валяются. Ну, там не каждый. Бывает три, бывает не одного. Вот. Но еще же они как-то от борта. Поняли? От борта. Хоп. И в этот аквариум. Я не помню, показывал вам или нет. Трех вылавливало же отсюда. Потом день не было. А он сегодня, смотрите, еще один зеленый. Так это от борта, получается, те, кому повезло в этой жизни. От борта и в аквариум. А тут-то как бы он здесь, а вот тут еще столько места. Наверное, они там, наверное, могут валяться. А может быть, у нас нам везет по жизни, и все четко сюда заприют. Короче, непонятно, ребят. Что да как? Вот. Сегодня опять у нас бессонная ночь, и так будет, понимаю. Потому что надо ловить рыбочек опять. Ладно, то мы разберемся. Произошло же это плохое, плохое произошло, ребят, с телефончиком, который мне подогнали. Клеюшка-то аквариум. Все, почти уже как бы склеил, все стоит. Вот эти боковушки приклеил, осталось только стяжечки. Две стяжечки вырезал, померил и положил их. Вот так они лежат здесь, на вот этих штучках, поняли? Вот на вот этих. Лежат себе спокойненько. Думаю, завтра приклею. Все, собираюсь спать. Взял телефон, что-то иду там, пока там в туалет перед сном, знаете. Думаю, положу в аквариум, с ним тут точно ничего не случится. Думаю, то собака там еще со стола скинет. Она его вообще никогда не трогает. А в этот раз что-то мне в голову клинануло. Думаю, скинет. Положу в аквариум. Положил в аквариум. Все, собираюсь, постель расстилаю, плед положил на аквариум. Все, потом уж разровнял там. Дергаю плед, падает это стеклышко в аквариум и разбивается. Я такой, блин, ну расстроился, думаю, ну завтра вырежу, понял? Все. Хрен с ним. Стеклышко достал, выкинул. Потом ложусь спать, надо же немножко ютубчик повтыкать, правильно? Перед сном. Беру телефон, мляха-муха. А то стеклышко упало четко. Вот эта камера спереди, поняла? Которая фронтальная, вот это или как она называется. Прямо на нее и пошли трещины, короче. Поняли? По экрану. Как бздец. Вот как так вообще? Это вот что-то судьба. Это кто-то, блин, позавидовал моему телефону и сглазил его. Сто пудняк. Потому что он вот хотел как лучше, да? Положил почему-то, спрятал аккуратненько, да? И это плед зацепил стеклышко, стеклышко упало и разбило этот экран. Это как мышка там хвостиком махнула, что-то там яичко упало. Короче, всем хана. Деду хана, бабке хана. Короче, ну, блин, звоняй-то. Тогда просто он подорожал. Мы же там закладывали на чехол и на стекло. Ну, он подорожал там резко. Короче, на стекло и на чехол не хватило. Вот. А теперь уже как бы и, собственно, особо-то и не надо, понимаете? Короче, вот такие, ребят, бывают в жизни расстройства. Ну, надо радоваться жизни, а расстройства пытаться пропускать, конечно, и по возможности, да? Не все расстройства уж прям ты такой железный человек, что выбираешь только с жизнью позитив. Хрена лысого. Мне так не получается. Все, ребятки, сейчас закатываем этот видосик. Извините, что так редко получается. Не знаю, что-то вот бывает наткнение, да? То в день там по два, то ни одного. На зеленом канале вообще с Ксюхой, когда там будет видос, непонятно. Она даже Ксюшечку, кто-то пишет. Покажи Ксюшечку. Ну, как-то покажем. Сегодня, блин, дождь. Он-то уже закончится, но трава же вся мокрая. Это будет как здесь, ребят. Мы будем мокрые. Собаки-то классно. Она язык на бок высунула. Тусуется там, прыгает ей до одного места. Блин, найдешь весь мокрый. Вот так вот. О, зяб. Главное, не простудиться. Все, ребяток. Вот такой видосик. Спасибо вам огромное. Люблю, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok